Девушки отдыхают Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо, студия Наталья Пославская. Сегодня в программе. Мясо погибших животных не появится на рынках нашего города. Интервью главного ветеринарного врача города Азова и Азовского района. В редакцию пятого канала Пульс продолжают поступать жалобы на состояние водопроводной воды. В городе ведутся работы по ликвидации последствий стихии. Несколько поселков Азовского района пострадали от наводнения. Погибли более тысячи домашних животных. В связи с этим у азовчан возникли опасения, не появится ли это некачественное мясо на прилавках городских рынков. Сотрудники ветеринарной службы осуществляют постоянный контроль за качеством продукта. Невзирая на то, что есть наводнение, нету наводнения или какие-то другие стихийные бедствия, наша задача, чтобы на прилавках и у холодильника, на столе у потребителя было безопасное мясо. В настоящее время государственные ветеринарные инспекторы вместе с сотрудниками МЧС осуществляют ликвидацию последствий чрезвычайного происшествия. Вывезено 1360 голов подтопленных животных. На данный момент работа ведется. Сегодня будет вывозиться, завтра будет вывозиться, потому что нужно добраться. Довольно-таки плохие были и сейчас остаются условия для того, чтобы подъехать. И техника, которая повышенной проходимости, она еле пробиралась, пробирается. Ведется надзор за мясоперерабатывающими предприятиями. Усилен контроль и надзор на мясоперерабатывающих предприятиях, которые находятся на территории Азовского района. Даны указания врачам, чтобы усилить надзор. И госветинспекторам направлены письма всем руководителям местоперерабатывающих предприятий, не только города Азова, Азовского района, и всем прилегающим районам, о том, что усилить контроль по недопущению таких фактов. Михаил Григорьевич утверждает, что поступление мяса умерших животных на прилавки рынков нашего города и Азовского района невозможно. Если у кого-то есть какие-то конкретные факты, то я готов. И здесь это дело чести, дело достоинства службы. Я хотел бы, чтобы меня проинформировало население. Телефон нашей службы 40608. И я приму меры, причем с участием этого человека, который меня проинформирует. Лаура Иванова, Олеся Слонько, Игорь Скуднов, Азов.Инфо. Качество питьевой воды после наводнения беспокоят жители нашего города. Комментарий от сотрудников водоканала получить нашим корреспондентам так и не удалось. Никто из официальных лиц не удосужился предупредить горожан о некачественной питьевой воде. Наши корреспонденты по собственной инициативе связались сегодня с заместителем начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора в Ростовской области в городе Азове Анатолием Ковалевским. Подробности в следующем сюжете. После стихийного бедствия, нагонопаводка 24 сентября, питьевая вода в Азове приобрела неприятный прискус соли. В этой связи в редакцию 5 канала обратились десятки азовчан, которые были обеспокоены качеством питьевой воды. Выяснить волнующие жители вопросы мы решили у директора Азового Доканала Игоря Чехи. Однако, к нашему удивлению, Игорь Михайлович по телефону и при личной встрече категорически отказался разговаривать на данную тему. Исторический максимум по подъему воды был превышен более чем на 20 сантиметров. На пострадавших территориях затоплены не только дома, но и хозяйственные постройки, где складировались химические удобрения, погибло много домашних животных. Можно ли исключить попадание воды со всеми этими компонентами в водозабор, оттуда водопроводную сеть? Мы надеемся, что профессиональные сотрудники Азового Доканала делают все возможное, чтобы максимально обезопасить воду. Но почему об этом не сообщил директор муниципального предприятия Игорь Чеха? По какой причине он так упорно уходит от ответа на вопросы, которые волнуют жителей нашего города? Такое поведение наталкивает на мысль, что сотрудникам водоканала есть что скрывать. Можно ли употреблять сейчас водопроводную воду, мы узнали у заместителя начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области Анатолия Ковалевского. Эта вода подается населению из расчета, чтобы можно было принимать гигиенические, все проводить гигиенические мероприятия, пользоваться туалетом, мыться. Посуду можно мыть этой водой. Ну, употреблять ее для питья или для приготовления пищи. Я думаю, что если у кого есть возможность воздержаться, очищенную воду надо приобретать через розничную сеть. В соответствии с сложившейся ситуацией проводится ежедневный лабораторный контроль за качеством воды. По микробиологическому составу патогена микрофлоры не обнаружено на сегодняшний день. То, что вода по химическому составу не соответствует санитарным нормам, ну, я думаю, здесь даже органолептически это легко определить. Хочется задать вопрос сотрудникам водоканала. Почему жителям города не сообщили своевременно, что питьевую воду лучше не употреблять в пищу? После паводка прошла уже неделя. Корреспонденты нашей редакции с трудом получили комментарии по качеству воды и опять не от специалистов Азов-Водоканала. Звонки от азовчан с жалобами на качество воды по-прежнему не прекращаются в нашей редакции. Татьяна Ивашенко, Людмила Улихина, Азов.Инфо Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручение главам нескольких городов и районов до 2 октября подготовить необходимые документы для получения федеральной субсидии на возмещение материального ущерба и выплату компенсации жителям, пострадавшим от стихии 24-25 сентября. О том, как идет работа в этом направлении в Каганецком сельском поселении, рассказал его глава Олег Ягодко. В настоящее время готовятся, заканчиваются списки по формированию списков по едновременному пособию и по затратам по ущербу. Эти списки готовятся, работает целая бригада. Просто у нас ситуация, в отличие от других, немножко другая. Потому что у нас три островных населенных пункта, туда трудно добраться, людям трудно переехать. И у нас немножко мы, получается, в этом плане отстаем. Но во всяком случае события форсируем. В Узяке, в Гонском и в Петровском, когда мы с крыш сливали, снимали людей, там у всех ситуация одинаковая. В домах нет ничего. Дома рушатся, особенно глинобитные. Ситуация одинаковая у всех. То есть полностью утеря? Да, утеря 100%. Особенно Донской, Узяк, Петровский. Часть глинобитных, затапливая зона, мы пытаемся сегодня доделать на, будем говорить, на едновременное пособие. Ну а уже другой, значит, список на утерю, он значительно проще делается, потому что уже все данные есть. И вот здесь мы берем данные, транспортные, берем копии документов, чтобы это был собственник, а не кто-то, человек, который, в общем, вот этот процесс говорит. Вот. Когда мы готов список вот этот вот, на едновременное, то список на материальную помощь, на сегодня проще. Потому что у нас все данные есть на людей. В правительство Российской Федерации будет внесен проект распоряжения о выделении с федерального бюджета средств для Ростовской области на аварийные, восстановительные работы и выплату компенсации гражданам. От качества и своевременности подготовки документов на муниципальном и областном уровне зависит, насколько оперативно они будут предоставлены. По-прежнему на нескольких улицах города и во дворах не убраны поваленные деревья после урагана. О ходе работ по уборке города нам рассказал начальник отдела по благоустройству Роман Ткаченко. Во время стихийно неблагоприятных погодных условий на городскую диспетчевскую службу поставило порядка 2,5 тысяч обращений о жизни. Данные обращения были связаны на численный этапу отключения электроэнергии, а также падению ветвей деревьев, а также саму стволу деревьев. Службой чистого города произведена валка, опиловка деревьев, вывоз также более 86 деревьев. Данные деревья были производились первочередные меры, были приняты на центральных магистралях города, а также пешеходных переходах, тротуарах и так далее. По окончании стихийно-местерия была восстановлена полностью электроэнергия, а также произведена расчистка центральной части города. В настоящее время чистым городом производятся работы по вывозу опиловки упавших деревьев по окраинам города. Это взять улицу Перелок-Черноморский, улицу Кирова, также Панфиловский, Красногоровский и так далее. Просьба к жителям частных домовладений также принять участие непосредственно в распиловке данных деревьев, складирование для того, чтобы более удобно можно было оперативно подъехать, загрузить данные деревья и произвести их вывоз. Кроме того, хотел бы еще напомнить о том, что по поручению губернатора Скорбской области Василия Юрьевича Голубя, 3 октября у нас будет проводиться общевластной день благоустройства. Просьба к жителям откликнуться в данном мероприятии, принять участие и навести порядок в нашем городе совместно с муниципальными службами, а также частными предприятиями и жителями индивидуальных домовладений. Ежегодно 30 сентября отмечают День памяти святых мучениц, веры, надежды, любови и мать их Софьи. История трагической гибели детей произошла в царствовании императора Адриана во II веке. В те времена было широко распространено язычество, и слух о православной семье быстро дошел до повелителя Рима. Они были приглашены ко двору, но, конечно же, они знали, для чего они были приглашены. Для того, чтобы их заставили отречься от Бога и поклониться языческим божествам. Это император и предложил им, чтобы спасти жизнь. Но мама дочерей своих укрепляла и говорила, что мы христиане, и у нас один Бог, Творец Вселенной и всего видимого и невидимого, которому нужно поклоняться, а не тем выдуманным божествам, которым поклонилось все язычество. На глазах у матери троих дочерей подвергли пыткам и обезглавили. В старшей вере было 12 лет, в надежде 10, а в младшей любови всего 9 лет. Выдумывались разные мучения. Одни из них, которые применялись для этих отраковиц, было то, что вначале жгли на раскаленной решетке, но помолившись, конечно же, и молясь, и укрепляясь, мама это все наблюдала, и младшие сестры это все видели, это все делалось на их глазах, чтобы их устрашить, и чтобы они отреклись от Бога. И смолу подогревали в котле, начали окунать, но Господь охладил эту смолу, что не причинило никакого вреда ее телу. Святую Софью не подвергли телесным пыткам и позволили забрать тело детей для погребения. Это все было на глазах их мамы благочестивой, которая укрепляла и молилась за них и за себя. И представляете, какие это было терзания, особенно для мамы, для вдовы, которая воспитала своих детей. И три дня оплакивала своих дочерей и перенесла такие не телесные, а душевные терзания. И она тоже причислена к мученицам. И Господь через три дня, как она не отходила, плакала о своих дочерях, Господь тоже ее к себе призвал. И это все новости на сегодня. Звоните и сообщайте информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. До свидания. Субтитры предоставлены. Субтитры предоставлены. Субтитры предоставлены.